Добрый день всем еще раз! У нас команда Ньюби против команды Йохом, это ESL1, это китайский дивизион полуфиналу, и команда Ньюби выигрывает со счетом 1-0, у них все в порядке, у них все хорошо, и они Йохомов практически не почувствовали. И Хом решили тяжелую артиллерию пустить в ход, взяли Спектру, есть тролль Варлорд, Акс, еще, наверное, одного керри будет не лишним, и хоть так попытаться вырвать хоть одну сегодняшнюю катку. Они уже 3 матча подряд проигрывают. Первые 2 проиграли IG, следующие проиграли, ну, вы можете понять, Ньюби. Вот, а Ньюби, в принципе, берут абсолютно функциональный пик, Дарк Сир для Ньюби. Вот это комбинация, ну, наконец-то, а, все ждали. Комбинацию, комбинацию, искали, искали, смотрели, кто мог быть лучше, чем Дарк Сир. Здесь еще бы, да, я не знаю, а что еще? Здесь супер-ульты у всех, абсолютно. Вместо, знаете, вместо, хотел я Энигму, конечно, здесь видеть, но, опять же, вместо кого здесь брать Энигму? Вместо Шейкера, нет, не надо, Эхо Слэм есть, Магнус всех, кого надо, удерживает, и Джаггер здесь тоже с масс-вультом по всем. Ну, короче говоря, просто жесточайший вообще пик у команды Ньюби. Как только пройдет полная комбинация, это Юхум, говорят, жесткий пик. Вы посмотрите на пик Ньюби, куда там жестче еще. Как только пройдет фулл-комбинация Тим Ньюби, я думаю, моментально Юхумы, если не напишут, то, как минимум, захотят написать Good Game Well Played. Ну что, ожидаем этого матча, ждем супер-рассказ, супер-мощнейшие вообще ульты от каждого из игроков команды Ньюби. Банана, правда, вряд ли будет при этом празднике присутствовать, все-таки в идеале как бы подальше надо стоять, чтобы давать свой ультимейт-ап. Все остальные будут в самом центре событий. Ну, если Юхум под рассказ попадут, беда полнейшая. С другой стороны, вокруг Акса собираться больше двух, больше трех проблематично. Все-таки есть Лич с Чайником и Спектра есть с ультом, которая добьет всех, кого надо. Но, согласитесь, одно дело гоняться у нас за героями и Чайнику летать, который легко можно законтрить. А другое дело моментально в РП стать от Му. А то, что Му РП будет давать ровненький, в этом я практически не сомневаюсь. Опять же, и Дарк Сир, и все-все-все. Джун играет у нас на Дарк Сире. Я не видел этого героя с момента, как комментирую. С февраля месяца, с середины февраля мы начали свою работу. Прошу любить и жаловать. Студия игрокам ТВ, у микрофона друг. Так вот, с февраля месяца комментирую Доту, комментирую нон-стоп по 6-7 часов в сутки. И Дарк Сира я вижу впервые. Поэтому интересно будет посмотреть, что здесь происходит. Как это все получится у команды Ньюби. Ну, то, что получится, практически не сомневаюсь. Йохумы, правда, не в лучшей форме пребывают. Вот насколько Ньюби у нас не в оптимальной форме. Так вот, Йохум еще более деревянненький на данном этапе своего развития. Му уже здесь видит Ротикея. В четвером команда Ньюби во вражеском лесу. Три игрока команды Йохум тоже недалеко здесь. Но подраться вряд ли у кого-то появится желание. Ротикея отсюда уходит. Ланэм тоже, в принципе, уходит. Ну и все, инфлейм здесь остается в одиночестве. Кто отправится на мид? Вообще, инфлейм обычно стоит у нас в мид-лейн. Но на этот раз, я так понимаю, я вообще ничего не понимаю, да? Джу начинает здесь бодаться со спектрой. Ничего пока не качал, ни щит, ни сурдж здесь. Спектрой забирает у нас в итоге баунти-рун, уротики, и дальше за Джуном. Джун ничего не уязает, просто отсюда уходит. Джун в итоге у нас будет, я так понимаю, стоять на легкой линии в соло. А Банана отправится помогать вниз сюда Рэббиту, Саншенгу. Или останется на мид-лейне как помощник Му. Тоже есть вариант такой. Даблу ставят на мид. Игроки команды Ехоум, Лич и Спектра. Мун ничего не боится, хотя Искювера у него нет. Ну, Шоквейв один вкачан. Му пока что без паники у нас играет. Уже есть для него Боттл. Уже летит в Курьере. Внизу у нас Ланем на Леоне. Фармит здесь Эмфейм на Тролль Варлорде. Мид мы видели два игрока. И Роти Кей стоит против Дарк Сира. Стоит в соло. И Дарк Сиру будет тут не сложно, как мне кажется. Спокойненько через Айн Шелл все это делается. Не надо подходить к Аксу, наблюдать за всеми этими вращениями, за всей этой лесгинкой. И просто сдалека домашь его своими крипами, чужими, любыми абсолютно. Ну да, вот так и делает. В итоге на чужого крипа вешает он Айн Шелл. И Роти Кей подойти толком и не может. А если подходит, то получает дэмэдж. И тоже дэнайт крипов сложновато. Ну что, Джун пошел за Роти Кеем. Выжигает крипов, выжигает здесь Роти Кея. В принципе, у Джуна проблем быть не должно. Как появится Сол Ринг, так вообще Роти Кей будет бедняга страдать. Баттлхангер есть для Роти Кея. В один, Контр Хеликс тоже в один. Ну и что, Джун готов сражаться с ним. Поджигает Джуна Роти Кей. Решил поагрессивничать. Пока что неплохо получается. Половину ХП слили у нас Дарк Сиру. Бутылка, если что, отпиваться есть. У Роти Кея уже... Сейчас появятся... Транквил Буцы. Ну, тоже... Тоже не лучшее, в принципе, решение. Все-таки подходить, дамажить крипов и получать дэмэдж в любом случае придется. Значит, и сильно отъедаться, отхиливаться Акс не будет. Ладно, переключимся на мидлейн. Спектра у нас 6 на 2. Против нее Му на Магнусе 9 на 3. Даже 9 на 4. И 10 на 4. И 11 на 4. Му превзошел здесь Спектру. Лич ее сильно не саппортит. Толком Му вообще никто не дамажит. Итак, Тролль Вард Лорд у нас на лоу ХП. Рэббит врывается в него. Фиссура у Саншенга. И туда же... Туда же еще и Чилинг Тач. Все дамажат как бешеные. И Саншенг, и Бананой все били Рэббита. Ой, Рэббита. Нет, не Рэббита, а Инфлейма. Рэббит у нас забрал ФБ. 1-0. Ньюби повели. У Джуна 4-й с половиной левел. У Ротикея в это время только-только 4-й насобирался. Еще один врыв у нас от команды Ньюби на Инфлейма. Инфлейм здесь еще раз проседает по ХП. Второй фраг для команды Ньюби. И второй фраг на Инфлейме, который должен быть тут супер керри вообще. И хоть как-то спасать Юхоум из того болота, в котором они сегодня оказались. Ну, пока что Инфлейм просто донный по своей раскачке. Не как герой, не как игрок точнее, а просто как герой. Тролль Варлорд ничего здесь не решает. В прошлой катке Тролль Варлорд от Рэббита был просто невероятен. Иначе не придумаешь. Ланэма еще находит здесь команда Ньюби. Фессура пошла по нему. Рэббит, скорее всего, заберет еще один фраг для себя. Ну и все. И все. И 3-0. И начало дикое для Ихоум. Что делать, непонятно. Элементарный здесь Челлинг Тач от Банана решает все вопросы. Просто по одному удару Ньюби сбрасываются. И Тролль Варлорд два раза умер. И Леон. Нижняя линия в хлам выиграна коллективом Ньюби. И никуда не отходят. Всего достаточно. У Джаггера третий левел. Второй Блэйд Фьюри. И один, я так понимаю... Да, один из скиллов был пожертвован как раз на плюсик от Рэббита. У Спектры есть Бутс оф Спид. 920 тоже на руках у Керри команды Ихоум. Пока что ничего не приобретал. Ну, 20 на 5 Крепстат у него. И 18 на 4 у Му. Му обогнали. Му действительно становится непросто. Личи получил свой левел тут. Второй Фрост Бласт. Спамится по Му. Маны хватает. Так, Леон наконец-то хоть кому-то ответил. Забрали Саншенга. Забрали в лесу. Ланем. И здесь же опять же был Инфлейм. Получает хотя бы один ассист. Не килл, так ассист. 0-2-1. Кдау Инфлейма. Понимаете, что не самое приятное развитие событий для команды Ихоум. 2000 по золоту Ньюби. По экспириенсу в ноль. Даже немного странно. Роти Кейн. На сложной. 22 на 0. У Джуна в это время 24 на 0. Все относительно ровно. Формить Джуну очень просто. Так, Спектра у нас разваливается на мидлейне. Опять здесь Саншенг начудил. Пришел. Помог своему тиммейту на мидлейне. Не успели мы увидеть, как забрали Спектру. Ну, элементарно забрали. Фиссура от Саншенга. И Шоквейфа от Магнуса. Просто простейшая математика вообще для команды Ньюби. Ланем смещается на топ-лейн. Будут пытаться забрать здесь Джуна. Джуна уже летит в соло ринг. Джуна сейчас, если увидит Ланема, должен соло его забирать. Ротикей уже здесь. Решил поживиться у нас крипами. Ну, в принципе, неплохо получается. Ротикей так страдает от крипов. Вроде бегает быстро. Ну, почти все хп у нас Акс слил за счет одного несчастного Айншелл. Ну, захотел наживы, получил. 1050 на руках у Ротикей. Надо срочно Ring of Health приобретать. Дальше жить невозможно. Нет. Акс у нас одними Транквилл Бутсами решил обойтись. У Спектры в это время появляется Боттл. Все. На этом закончился фарм. Да, Спектра у нас приобретает Боттл. Никаких тебе фазов, никаких вангвардов. Пурман Шилд, Боттл и Бутс оф Спид. Спектра просто руками здесь потихоньку ковыряет крипов. У Рэббита уже есть фейсбутсы, есть Ring of Bazillus. И должен лететь ему в Рейсбэн. Так и есть. Аквила, в принципе, у Рэббита готова. Ну что ж, ждем появления Мома. Куда еще идти вообще на Джаггернауте? Интересно. Просто ради... Ради интереса такой вот тест. И скажите лично, кто вас больше достал? Джаггернаут или Тролль Варлорд? Так, проседает у нас по ХП Ротти Кейн, но это все в собственном лесу. Немножко остается до Даггера у Акса. Понятно, почему не тратил деньги ни на что. Потому что хочет врываться в команду Ньюби до того, как Му это сделает. А у Му есть уже Аркан Бутсы, есть Боттл. Пока что без Даггера. Но здесь есть Скьюер второй. Ну и попозже будет, наверное, и третий. Все-таки надо побольше рейндж у нас. Магнусу, чтобы ворваться в толпу врагов и там их через РП всех расковырять. Поэтому ждем. Даггером можно и пожертвовать. Ланэм ловит фиссуру от Саншенга. Под ноги здесь слоу от Бананы. Ну, Ланэм, в принципе, в безопасности уходит отсюда. Т1 команда Ньюби уже сгрызла. На нижнем лайне. На мид лейнин товара абсолютно фуловые. Просто стоят и фармят. Что одна сторона, что другая. Никто ни на кого еще не нападал. На лоу хп здесь Ланэм. Ланэма наконец-то поймали. Саншенг вместе с Бананой. Два саппорта убили одного саппорта. Просто задавили количеством. Да и скиллов здесь достаточно. Саншенг через фиссуру, через тотем. Все очень просто для саппорта команды Ньюби. Му берет здесь руну хосты. Ну, можно и РПшку где-то дать кому-нибудь в спину. Магнус летит у нас на топ лейн. Будет погоня за инфлеймом. Му проел деревья за инфлеймом. Шоквейв в спину. Но РП уже готово. Главное просто поймать здесь инфлейма. РП пошел по инфлейму. Скьюера нет. Шоквейв зато есть инфлейм. Последняя тычка от Му. Му забирает данный фраг. Первый фраг для мидера команды Ньюби. И потеряли инфлейма. В третий раз умирает тролль Варлорд. Вспомните, как на тролле играл у нас Рэббит. В это время у нас еще и Рэббит разваливает Лича в лесу. 2-0 Лич. Пошел наваливать мидер нынешней команды Ехоум. Спектра по Рэббиту. Рэббит в принципе живой. И фактически невредимый. Но половину ХП снесли не критично абсолютно. Можно уже нести себе Мом, чтобы слайна не уходить. По факту. Стоять и хилиться просто так. А можно... А можно в принципе у Му попросить. Му добрый, Му похилит. Мом приобретает в себе в итоге Джиггернаут. Полетела маска. Точнее курьер за маской. По фарму давайте посмотрим. Ну Ньюби 5500 на 10 минуте. 7-1 они выигрывают по фрагам. По экспириенсу 1500 тоже для коллектива Ньюби. Роти Кей здесь в инвизе. Врывается на Рэббита. Ну Рэббита разорвало быстренько очень. За Саншенгом дальше здесь Спектра. Должны забирать здесь Шейкера. Тотем есть. Но хотя бы перед смертью можно дать. Саншенг в итоге умирает. Минус 2 делает Ехоум. Роти Кей дальше за Дарксиром. Му без РП. А вот сейчас было бы очень полезно. Хотя можно и развалить команду Ехоум. Вот такого не хотели. А стену ставит у нас Дарксир. Убивает также тролль Варлорда. И умирает у нас Роти Кей. И Му. Можно бы дальше за Ланемом. Сёрш на него повесил. Уже Дарксир. Ланема отпускает. 2 в 2 в итоге. Подрались. В пользу команды Ехоум безусловно. Но то что Ехоум. То что Ньюбит смогли. Ответить двумя фрагами. Будучи якобы убегающими. Будучи жертвами в данном файте. Это уже безусловный плюс для них. И по золоту немного Ехоум выиграли в данном файте. Ну, учитывая, что они 7-1 проигрывали. Конечно. Как же иначе. У Барата появляется Медас. У Дарксира есть уже Мека. Есть Солринг. Бутсов Спид. У Магнуса. У Му. Совсем немного остаётся до появления Даггера. Уже есть Аркан Бутсы. Есть Боттл. У Джаггера есть Фейс Бутсы Мом. Ринго Факвила. И пока что для Рэббита всё. И Сан Шенк. На Шейкере с одними Транквил Бутсами бегает. Больше ничего. Со стороны команды Ехоум Спектра. Брасер себе покупает. Вот так чудо. Спектра у нас приобретает Брасер. Есть Фейс Бутсы. Есть Пурмен Шилд и Боттл. Ну, сложновато, конечно. Отдаётся фарм у нас Спектра. Спектра на Медлейне. Ульта Аппарата не попадает по ней. Ну и всё. И на этом врыв от команды Ньюби окончен. Леон. Только Транквил Бутсы, Смоук и Варды. Больше ничего у Лича. Пустота полная. Кстати, появляется Даггер у Магнуса. Ну и Акс уже с Даггером. Уже врыв был организован. Ну и Тролль Варлорд. Фейс Бутсы, Мордип Маск. Флейм печальный абсолютно. 34 на 3. У него Крипстат. 4 смерти. По Нетворцу Тролль Варлорд. На 7 месте. Добро пожаловать в серьёзную Доту. Так, Чайник у нас полетел от Лича. В итоге развалили Магнуса. Ульта Аппарата всех накроет. Нет, накрывает у нас в итоге только Акс. Акс погибает. Старается здесь уйти Спектра. Вряд ли. Хотя нет, наверное, получится. Да, получается. Фиссуров не попадает от Саншинга. В итоге. Спектра остаётся живой. Ещё дальше за Джуном. Не знаю. Мне кажется, себе дороже. Саншинг без маны. Джуна Мека не проюзана. Ну что, будут гнать Саншинга. Но Джун здесь и сам нормально может нахилить. Ну что, Даггер со стороны команды Ньюби. Есть у Тролль Варл... У Магнуса. Больше пока ни у кого. В принципе, Джаггер пока что без Даггера. Но есть вариант. Я думаю, что Рэббит примерно в этот вариант у нас и идёт. То, что дэмэджа у него будет предостаточно. Это факт. Есть импавер от Магнуса. И думать, в общем-то, нечего пока по дэмэджу. Нет, в Яшу выходит у нас Рэббит. У Шейкера до Даггера ещё, конечно, собирать и собирать. Ну, пока что может Магнус сам решить вопрос с Даггером. Сам ворвался. Собрал всех вокруг себя за счёт РПшки. И на Скьюери привёз. Там под стеночкой контроль-то уже. Всё это под Шейкера, под Раскаст. Ну, беда, конечно, для команды Яхум, если вдруг они попадутся в данную ловушку. По золоту Ньюби выигрывают 6500. По Экспириенсу Ньюби на 2 опережают своих оппонентов. Счёт 4-10. Напомню, катка в формате Best of 3. Первую игру Ньюби выиграли. Причём с очень ощутимым преимуществом. И преимущество это называется Рэббит на Тролль Варлорде. 18-0. Готовится ворваться на Спектру. Му РП не провязал, зато как сильно напугал Спектру. Врыв пошёл от Ротикея. На Му. Му готов дать РП, просто подойдите. Я думаю, в итоге выхиливают. Хилингвард стоит от Рэббита. Всё, все фуловые, маны. В принципе, у всех достаточно. Единственное, чего не хватает, это ульта Джаггернаута, но это вопрос двух секунд. И теперь можно будет и пофайтиться. Вряд ли их умы хотят собираться вместе и идти под данный рассказ. Выглядеть это будет неприятно для них. Единственная проблема, наверное, это всё-таки Чайник Лича. Если перед смертью Лич успеет дать Чайник, то собираться вместе и наносить невероятно мощный дэмэдж критично для себя же будет. Инфлейм, тэп аут отсюда. Рэббит эскаловал совсем не там, где на самом деле Инфлейм находился. Пасутся вчетвером на мидлейне игроки команды Яхум, но им непонятно вообще, что делать. Спектра вроде по факту должна фармить, а саму её оставлять, ну, критично. Вот ульта прилетела от аппарата, на спектру уже прилетает сюда. Ancient Operation решил в соло решить вопрос со спектрой. Уходит отсюда. Му вместе со всей компанией, кроме аппарата, все здесь. У аппарата ульта через 13 секунд. Ну что, Му, будет ли врыв Ротикея? Просто наскюре привозят сюда его, и умни слэш от Рэббита решает все вопросы. Развалили. В итоге Ротикея врывной силы, как таковой, у Яхумов не оказалось. Нет Акса, нет возможности организовать файт по своему сценарию. А вот Му может ворваться. РП пока что не проюзан был, но Скивер не откэдэшился, а так, в принципе, всего предостаточно у команды Ньюбия. Пиля Т1 на мидлейне. На топе Ancient Operation нас заденал Тауэр. Му готовится врываться здесь в Лича, лично, лоу хп, но и Му, неужели Скивер нельзя было проюзать? Пожалел Му Скивер, мог бы привести у нас Лича к своим друзьям, но... Подумал, что и так убьют, по факту не убили. У Рэббита уже есть Яша, это все после Мома и полторы тысячи голды для Жиггернаута. Скорость атаки огромнейшая под Момом. Дэмэджа тоже под Эмпауэром предостаточно. Еще и Сплэш. Ну, Яхоумы горят по золоту шесть тысяч, по Экспириенсу полторы тысячи в пользу коллектива Яхоум. У Сыра появляется Вангвард. Есть у него также Мека, есть Солринг и Бутс оф Спид. Кто что рисует? Леон нарисовал какую-то супер комбинацию. Давайте по ней подвижемся. Ну и все это заканчивается здесь, на Т2, на котором может сделать телепорт команда Ньюби. Или просто пешком сместиться и... Боюсь, что у Яхоумы могут настать дикие проблемы. Рэббит под Айншелом, под Эмпауэром. Под собственным Момом. Так, пошла ульта от Спикры. Собирают всех под стенку. Стенка просто великолепна, еще и под Фессуру. Где РП от Му? Никаких РП. Вот теперь РП по двоим. Развалили Леона и разваливают Спектру. Минус 2 делает команда Ньюби. Теряет только Эншент Оперейшена. В этом же файте. Ну классная стенка была от Рэббита. Если бы туда РП и собрать всех четверых... Четыре человека там было. Все кроме, по-моему, Тролль Варлорда под стеной. То было бы великолепно, вообще гениально от Ньюби. Так не случилось. Му немножечко провтыкал. Роха падает. Рэббит забирает у нас Аэгис. По золоту выигрывают Ньюби 7000. По Экспе 2. Ихум действительно не очень смотрится. Не все им удается. Может быть, это минус мораль. Но неудивительно, в принципе. Команда горит. И у команды не все получается. И в полуфинал они вышли криво-косо. А здесь еще и наткнулись на такого серьезного оппонента, как Ньюби. Ну и одно за другим. И сегодняшнее поражение от коллектива Аэгис. Что там вообще может хорошего быть с настроением? Ну и по Пику явно... Как по мне, по Пику, конечно, Ньюби поинтереснее смотрится. Ну только потому, что они такие шоу-таймовые... Шоу-таймовых героев взяли. Все это под фулл-рассказ. Просто хочется посмотреть всю эту атомную бомбу от Ньюби. Но если вдруг этого не случится... А такое может быть вероятность есть, что можно нараковать данным пиком. И даже Ньюби этим могут смело заняться. То, конечно, в Лейте Яхума их просто изнасилует. Спектра плюс Тролль Варлорд... Ну, я думаю, не надо объяснять, что происходит. У Тролля вообще беда полная. Шадоу Блейд собирает Тролль Варлорд. Придумайте нормальный эпитет к данной сборке. Ну тут просто вот безнадёги вообще. У Инфлейма 2.4.2. 88 крипов на 20-й минуте. Он на пятом месте по фарму. Это мейнкерри команды Ньюби. Тот, который стоял в лёгкой линии и должен был там выфармливать. У Спектры появляется Блейд оф Алакрити. Никакой надежды вообще на Радик здесь нет. Он скорее Джун Радик к себе соберёт. Ульта от аппарата. Куда? Куда, куда, куда? Да куда угодно вообще, без разницы. Пошёл ТП вот сюда от Джуна. Джун в принципе может бежать здесь за Спектрой. Ждёт правда Ротикей, когда Джун побежит. Джун не решается. Нет, побежал дальше. Му тоже за Спектрой. РП не дотянется просто. Спектра в итоге у нас юзает барабан и быстрее отсюда валить. В диффуза выходит. По факту у нас мейнкерри команды Юхоум. Инфлейм пока что со своим Шадоублейдом продолжает смешно смотреться. Ну и что? Ньюби ждут своего звёздного часа. Ульты все откэдэшились. Маны у всех полным-полно. Все в принципе готовы драться. Главное собрать всех вместе. Смоук юзает. Команда Ньюби решила пойти пофайтиться. Здесь внизу троица игроков команды Юхоум. Печальная троица. Траурная троица, если вдруг что-то получится. Ну ждём. Ждём врыв от Му. Магнус должен первым рваться. Ускорили его. Му. Быстрее в леса. РП не юзает Му. Все в рассыпную. Подко пошёл от Лича. Ну и что? Неужели уйдут все? Нет. Уходит отсюда Ланем на Леоне. И также уходит у нас Акса отсюда. А вот Лича в итоге забрали. Дальше, дальше, дальше. Паровоз по имени Смерть. У Инфлейма появляется Яша. Это всё после Шадоу Блейда. Ну тролль хоть как-то серьёзно пытается фармить. Ну где-то уже свои позиции поправил. Му он обгоняет. На первом месте, правда, Рэббит. Рэббит действительно на голову выше. Как игрок. Тут не как герой, а как игрок. Потому что вторая игра подряд. Рэббит демонстрирует, что он в принципе не замечает ни одного керри команды Юхоум. Так вот, Рэббит действительно и фармит сильнее, и это видно. В полтора раза перефармливает спектру. Му больше, чем в полтора раза перефармливает тролль варлорда. Появляется Диффуза на спектре. Так, Му в это время забирает у нас Леона. Без РП, спокойненько. Скьюер. Пару ударов развалили. Ульты только у аппарата у нас. Потратились. Все остальные у нас с аутимейтами. Поэтому можно драться. Скади прилетает для Рэббита. Ну, в принципе, оно отобразилось. Вы могли видеть. Команда Ньюби просто-напросто давит. У них всё хорошо. Они не проседают по ХП. По МП всё великолепно. Ульты есть. Ну, что, неужели мы увидим этот рассказ только на хайграунде Команда Яхоу? Ну, тут-то надо вместе собираться. Надо дефать, потому что Т3 горит. Горит Т3. И Т3 горит, убийца плачет. А Т3 практически развален уже от Команда Ньюби. И не подходит Команда Яхоу. Всё, в итоге Ньюби отвалили. От хайграунда даже непонятно почему. А Яхоу мы осмелели, пошли вниз. Диффуза имеются на спектре. Можно кого-то попытаться поймать. Роти Кей у нас с даггером и блейдмейлом. Значит, и дэмэдж можно в себя впитывать. БКБ, по-моему, никого у Ньюби не появился. Даже подумать не могли, что им может понадобиться БКБ. Думали, что гораздо раньше эта игра закончится. Ну, Дарк Сира гем есть. Есть Вангвард. Всего предостаточно. У Леона в это время появляется даггер. Хоть кто-то в Команде Яхоу взялся за голову. Ну, Ланэм всем пожертвовал. Только Транквилы, даггер и всё. Больше ничего вообще Ланэм не приобретает. Му, врыв пошёл на спектру. Не пожалели РП в неё. Скювер. Вывозят, правда, из ульты аппарата. Ну, и ничего страшного абсолютно. Саншенк. Одна фиссура, один тотем. Нет спектры. 5-16. Более чем в три раза уже переубивала команда Ньюби своих оппонентов. На нижней лайн. Ну, так по чуть-чуть, по кусочку. Ньюби просто съедят все внешние товары. Съедят полностью зону для фарма. Команда Яхоум. Ну, и это... Это просто ожидание, я не знаю, молчаливое ожидание в страхе. Вот, неизбежного конца. Ньюби давят. И у них это всё хорошо получается. Ротике у нас сейчас поймает фиссуру. Поймает Эхо Слэм. Минус, скорее всего, Ротике. Стягивает всех Джум. Ещё и стенка под Ротике. Ланэма тоже здесь оставляет. Ульта аппарата. Куда? На крипов. Ну, правильно. Не стал юзать её сюда. Понимал, что все здесь умрут. Хотя бы подфармить лишние 100. Ну, на самом деле, показатель профессионализма. Быстрое ориентирование в ситуации. Быстренько переключился. И дал ульте долететь дальше. Думаю, вы понимаете, что Банана не случайно промазал тиммейтом. И направил его на Т2. Да, и Хоум действительно жалко выглядит. Не удаётся им. Да и как-то рвения особенного не видно. Нюбин на Т2 по нижнему лайн. По топ-лейну, точнее. Рэббит пилит Тауэр. Никто к нему близко даже не подходит. Спектра где-то далеко. Для этого должна... Чтобы спектра ворвалась в файт. Для этого кто-то должен этот файт начать. Юхоумы без спектры туда ворваться не будут. Акс уже наврывался. 1-4-3. Ротикея вообще печальная статистика. Юби забрали Т2 по топу. Пошли, я так понимаю, вниз теперь. Заниматься примерно тем же. Ну и жмётся в кусты здесь спектра. Деваться вообще некуда. Сейчас будет даггер и быстрее бежать отсюда. Нет, просто у нас ТП-аут. Подальше куда-то. 26 минут абсолютной вознившей ринки. Ничего не происхождение. И... Стояние непонятно где. Под смоком. Юхоумы. Врыв пошёл на Му. Му могут здесь попытаться убить. Ульта аппарата. Куда же ты? Нет, ульта аппарата очень точно. И стенка, и стяжка. РП не дали Магнусу сделать. Но там всё абсолютно делает у нас Дарксир. Ротикей на лоу хп. Бежит за ним иллюзия. Ротикей в итоге выживает. Ну и здесь продолжение разноса. Да, потеряли Эншент Аппарэйшн. Потеряли Магнуса. И ГГ пишет команда Ехоум. Ротикей. Ждал я пятую смерть от них? Нет. Ротикей у нас просто-напросто смотрит, как разваливается Велтрон. Ну что, поздравляем команду Ньюби. Полуфиналисты становятся финалистами. Два матча заработали. Два матча подряд выиграли у команды Ехоум. Жалко, конечно, Ехоумов. Смотрелись они сегодня. Ну, не серьёзно. Просто-напросто. Может, что-то пошло не так. Может быть, минус мораль. Может быть, плохое настроение. Может, просто надоело им играть в Доту. Ладно. Ехоумы у нас заканчивают. Участие в данном турнире из полуфинала Ньюби. Отправляются в финал. А дальше, секундочку. Да, дальше у нас Эмпайр играет против команды Пауэр Рейнджерс. Ребята, что хочу сказать. Крылья нам на твиче подрезают по самые помидоры. Поэтому переходить необходимо будет нам на GG Player и там будем стримить. Там вроде как пиратская зона вообще во всеоружии. Поэтому, если вдруг вам интересно посмотреть Эмпайр против Пауэр в моём исполнении, то отправляемся на PlayerGG вся информация касательно ссылок появится в нашей группе ВКонтакте. Будет это через минут 20. Матч начнётся через 30 минут. Ориентировочно где-то в 19.00 начнётся матч между Эмпайр и ИПР. Поэтому подписывайтесь на группу ВКонтакте обязательно. Там вся инфа появится. Можете не подписываться даже. Просто зайдите, посмотрите, где там что на GG будет. И услышимся там уже, потому как сильно нас не любят. И Дота Пит нас не любит, и Дрим Лига. А с другой стороны, за что нас вообще любить. Всё, услышимся через минут 40. Если что, какие вопросы, пишите в личку ВКонтакте или здесь в чате. Задавайте вопросы. Сейчас я более-менее освобожусь и на всё отвечу. До скорой связи. Субтитры создавал DimaTorzok